Привет! Хочу рассказать о своем опыте, работе, взаимодействии с Нелли Давыдовой. Все началось с того, что год назад я была в очень сложной жизненной ситуации, и тогда я в первый раз услышала о том, что мой мир — это продукт моих желаний. Я просто задалась не то, что просто, я действительно задалась вопросом, чего же я такого сама себе нажелала, чтобы оказаться в такой ситуации? То есть, ну, что? Что я могла такого себе сама нажелать? И на мой вопрос пришла девушка из Ютуба, Нелли Давыдова. Поначалу было немножко сложно вникать вообще в информацию о том, что вообще происходит в этом мире. Потом были бесплатные марафоны, был движение сердца, были открытые встречи, на которые я тоже приезжала, курсы, которые я проходила, потому что с каждым курсом, с каждым марафоном просто уходишь все глубже и глубже в себя. Потому что, когда я, к примеру, проходила первый марафон, где Нелли задавала вопрос, для чего я хочу, чтобы у меня в жизни было вот так. То есть, я своим, этот вопрос просто, ну, не стыковался с моим миропониманием. Как так? Почему я хочу? Я не хочу. Я хочу, чтобы у меня все было хорошо. Но у тебя же сейчас есть так. Значит, ты хочешь, чтобы было так. Для чего ты этого хочешь? То есть, у меня голова конкретно плыла от вот таких вот разборок с самой собой, от таких вопросов. Просто как так? Ты меня не доходила. А Нелли упорно говорила, ты творец. Все, что в твоем мире происходит, все ты. Все сделано из тебя. Это было очень странно. Странно и интересно. Путешествие в себя, это всегда очень интересно. Очень где-то больно, где-то страшно, где-то потрясающе, где-то радостно. То есть, это целый спектр эмоций. Для меня было большим открытием, что наш мир делает не только наши желания, но и наши чувства, наше желание испытать определенные чувства. Вот тогда я для себя открыла, что я очень много чувств просто взяла и подавила, посчитав их плохими. А плохого-то ничего нет до тех пор, пока я сама это не назначу либо хорошим, либо плохим. То есть, я была в таком глубоком неврозе, что я делила мир на плохое, хорошее, совершенно не принимая себя, части себя, которые, как я считала, плохие. Это была действительно серьезная работа, благодаря Нелли, очень серьезная работа проведена над собой, просто над принятием себя. И вот в феврале этого года я ушла с работы по найму. Я всегда была человек такой, всегда была. Была таким человеком, для которого очень важны деньги. Деньги – это свобода, деньги – это возможность. А тут я просто беру и увольняюсь в доверии, в доверии себе, в принятии себя. Просто беру и вот ухожу. Перестав себе врать о том, что вот коробка офиса – это вот прям то, что мне нужно. Нет, это не то, что мне нужно, не то, что нужно моей душе далеко. И я стала заниматься тем, что мне нравится. Я вдруг, вдруг вспомнила, что я рисую, и что я художник-то по образованию. И я никогда не любила писать портреты, но тут меня просто пробило. Я такое удовольствие получаю, такую радость испытываю. Я недавно нарисовала портрет своей подруги. Когда я заканчивала его писать, я плакала от того, как у меня круто это получилось. От того, что этот портрет просто живой, что я столько чувств и эмоций вложила в этот портрет. И вот уволилась я в феврале, сейчас июнь. Что я поняла за это время? Что деньги приходят не от работы. Я не знаю, откуда они приходят. Но я не работаю по найму уже пять месяцев, и я не голодаю. Я не попрошайничаю. И деньги приходят тогда, когда я счастлива, тогда, когда я рада. Тогда, когда я в потоке. Тогда, когда я слышу себя, иду за собой. И вот настолько, собственно, я иду за собой, что будучи безработной, официально безработной, мы с сыном в июле едем на море. Вот я сегодня уже купила билеты. Ну, Крым. Но, тем не менее, мы можем себе это позволить. Потому что здесь и сейчас у меня всё есть. Все чувства, которые ко мне приходят, я их там не отталкиваю. Я их проживаю. И, Боже мой, это так прекрасно. Это, если бы мне кто-то год назад сказал, что я вот тогда размазанная просто об стену вся в тревоге, неврозе, в переживаниях, в разбитых мечтах, просто с выбитой опорой из-под ног. И кто-то мне сказал бы, что я просто буду заниматься тем, что мне нравится, тем, от чего я получаю кайф. И у меня при этом там будут деньги, будут возможности, будет свобода, то, чего я хотела от денег. Просто вот найдя это всё в себе. Господи, я бы не поверила. Нелли, я безумно благодарна этому потрясающему человеку за то, что ты продолжаешь делать то, что ты делаешь. За все курсы, за все видео, за бесплатный контент, которого просто море. Смотрите, изучайте, за открытые встречи. Открытая встреча – это, конечно, вообще просто. И личное общение – это в разы сильнее, чем видео. Если от видео торкает, то от этого, от личной встречи, от энергетики торкает в тысячу раз больше. Там расширение идёт моментальное. Это просто человек, Нелли, человек-космос. Я безумно благодарна себе, благодарна тебе за то, что я тебя притянула, материализовала в своей жизни. Это просто потрясающе. Ой, не расплакаться бы. Потому что чувство безмерной благодарности. Просто безмерной. Открытая встречи. Продолжение следует...